ВОЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ВОЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ВОЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ВОЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ВОЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ Гетроцеприн, аскорбин как бомба, цепсон, антибиотик, цифолоспорин, это реально, это шикарно, как арбоксилаза тоже, селопенем тоже антибиотик. Наташа, расскажите, что сегодня из гуманитарного батальона Новороссия получили, какие лекарства? Значит, в принципе, мы получили очень хорошие препараты, в первую очередь мы получили антибиотики, то, что сейчас немаловажно, то есть у нас идут пневмонии, ребята болеют, вот, очень хороший препарат против контузии, так, глицин, вот, он таблетированный, то есть ребятам на передовой тоже можно его принимать. Вот, аскорбиновая кислота, аскорбиновая кислота, левомиколь, масть антибиотиков, то есть раны прекрасно, синдофлан, левомиколь, все это, раны прекрасно заживают. Вот, перевязочку получили, тоже, то, чего нам не хватало, инолаприл. Перевязки много не бывает, да? Да, инолаприл, у кого проблемы с давлением, очень хорошие препараты, аскорбиновую кислоту, в принципе, ну, все, что необходимо. А в чем есть еще необходимость? Очень большущая необходимость, это у нас кровоостанавливающие, тамзила, децинон, вот, очень обезболка в ампулах, кетарол, кетанал, кетанол, любые, дексалгин тоже, в принципе. Также у нас ребята страдают очень кишечными расстройствами, бывает, то есть нам была пирамида, вот, изжога, фистальчик, что-нибудь такое. Ну, и, наверное, противогриппозные сейчас большая проблема, да? Противогриппозные, это у нас просто реально этого нет, не знаем, когда будет, ребята болеют, ребята болеют на передовых, вот именно таблетированные можно передать на передовые, чтобы ребята там чеи или еще что-то, ребята... А что именно из противогриппозных? Чтобы вот на месте, вот, быстро сразу помочь, потому что лечиться в это время не нету. Ну, в принципе, хорошо у нас препараты те же, комбигриппы, вот, флюколды, террафлю, вот именно то, что снимает симптомы, вот, а потом, конечно, таблеточки от кашля, что-нибудь рассасывающее, фарингосепт, гекатилен, вот, можно хотя бы самые дешевые, септифрил, вот, муколтин, отхакивающие, то есть все, что... Не обязательно дорогие препараты, самые дешевые, таблетки от кашля. Ни-то, зали, надо шевелиться, когда это будет. Намного иногда даже лучше, чем какие-то там препараты дорогие, дорогостоящие. Вот, поэтому, если будут противогриппозные, мы будем очень рады. Вот нам, это, зай, на тебе и халаты. Ну, это брюки. Это масс-халаты или медицинские? Нет, это что-то такое. Это типа ночнушки? Да. Ага, для больных, да? Это, кстати, для ребят в медицинскую роту, чтобы они были одеты в чистой их переодеваться, это очень хорошо. Уже не капаться, просто хотя бы пироцитант тебе уколоть, и все. Док, для чего нужны канцелярия, для чего нужны игрушки, которые я здесь сейчас вижу? Наверняка же это не бойцам. Нет, это раздадим детские, детские дома, школы, интернаты, бомбоубежища, я вам говорил уже за это. Так же самое игрушки. Это все раздадим детям по городам. Донецк, Макеевка, Харцинск, Иловайск, Зугрес, очень много городов, Шахтерск. Сами приезжают, мэры городов сами приезжают, берут. Просят, 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 потому что альбом взять, тут альбом стоит 29 гривен, самый дешевый. То есть у вас есть и такая миссия, да, развозить нуждающимся то, что у вас есть? Да. Отправляемся с ребятами в самое пекло, в Докучаевск. В пяти километрах от этих позиций, за Николаевкой, находятся укрепрайоны Вооруженных сил Украины. Берем с собой все самое необходимое из прибывшей гуманитарки. Теплую форму, шапки, термобелье и зимние масхалаты. Теплую форму, шапки, термобелье и зимние маски. Как твой позывной? Боец. Боец, почему боец? Спортом занимался много, поэтому и боец. Откуда ты приехал? Я с Дальнего Востока приехал, с Благовещенского. То есть ты доброволец из России, да? Ну да. И сейчас где служишь? В Аплоте, в пятой бригаде, в артиллерии. Какая у тебя сейчас должность там? Я старшина, обеспечением занимаюсь. И куда мы сейчас едем, старшина? Туда мы сама едем, на передовую, заключается. Это 35 километров от Донецка, получается, ближайшая линия фронта в этом направлении. Да, и 5 километров от нас у Бропы находится. 5 километров от этих позиций находится армия ВСУ, да? Да, да. У нас для них много снарядов есть с собой. Сейчас мы им их подарим. А из чего будет работать техника? Какая? Самоходные артиллерийские установки. САУшки называются. 2С1. 122-миллиметровые пушки. А позиции украинской армии в каком населенном пункте находятся? Николаевка. То есть это получается около 5 километров от этого места, да? Да. Хорошо. Вот за теми карьерами сразу находится позиция украинской армии. Минометами стреляют по медным жителям. Ну, а там оборазбивали уже. Но оборазбивали, да? Конечно. Вот недавно на базу к нам прилетали ограды с той стороны. Разбили дома за территорией базы. И там много жителей без местного бегло погибло. Вон балкон, видишь, разбит тоже. Субаворка поездит, но здесь есть домок разбит. А много людей уехало отсюда? Ну, а да. Видишь, если упадят каждый день, что бы отсюда не уехали. Свободность, если бы у меня была такая. Я бы стоял бы там, где бы не достали. Они все время выгоняют туда, где я могу их достать. Здесь, ну, вопрос, только по времени. А вот наш красавец. Который сейчас будет работать. Сейчас он их поставит ровно, чтобы мы побусолим. Дальность Сауши какая? 15 километров. Слышь, да, проедите вперед сейчас, чтобы Санек тоже развернулся вот здесь. Ну, сейчас я попробую так развернуться. А он-то, да. Будущий командир. Снимай его горизонтакт. Мы вторая машина, да? Мы первая. А гары мы что сняли? Молодцы. А почему горы ночь-то? Потому что три головы. Выглядывай. Какие зовут Сова? Отстань. Тихо, только... Нет, она не упадет. Точка ориентира, если она возможна. Берем из местного ландшафта. Если нет, значит ставим интересный прибор. Называется полимодный. Откуда вы, посмотри. Саня, что с доводкой там? Он не толкается, да? Там уже цепь чуть назад. Я уже все переделал. Я заряжу. Дим, я зарядил. Ну, держись. Конечно. Орудие! Выстрел! Выстрел! Ответка пошла. Слушаем внимательно! Орудие! Выстрел! Выстрел! Пресса, 976! Налаймер, 50... Забыли снять. Выстрел! Выстрел! Саня, куда встал? Слова, классно. Еще. Кукольку, выслови начали. Насканую точку навести. Орудие! Выстрел! Выстрел! Орудие! Угломер 54-41! Угломер такой, бля, прицел под. Орудие! Выстрел! Все, орудие на ногу. Нуберку... Открываем. Вcont к стенке, вcapвем... Отрак Наслили! Наслили, недоступник! Это мы на день влюбленных Укропа передали подарки 122 миллиметровые 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 Выпускай передали подарков Укропа передали подарки 122 миллиметровые Я очень рад, если бы нам дали беспилотники. У нас есть специалисты, которые могут ими управлять, но беспилотников у нас нет. Самое главное, наверное, чтобы специалисты были, потому что бывает такое, что есть беспилотные летательные аппараты, но нет специалистов, которые бы на месте с ними разобрали. Специалисты у нас есть, просто с беспилотником работа была бы проще и меньше рисков для людей. Для нашей разведки ад был. И мы бы сразу знали, в принципе, наши лета быстрее, ждали бы, так и сидели. Пока разведка сходит, они бы не рисковали своей жизнью, и мы бы быстрее и проще бы работали. Хитрый, а беспилотников сейчас вообще нет у вас подразделения? Вообще ни одного нет. Если бы были беспилотники, нам бы было бы очень-очень хорошо, намного проще и быстрее бы продвигалось. А сколько специалистов у вас таких ребят, которые разбираются в этом? Да, в этом любят все разбираться, всем нравится техника. Это достаточно интересная система, да? Интересная, да, из-за чего? Из-за того, что у каждого в каком-то свой город он освобождает тех тиранов, которые уничтожают детей, дома, мирных жителей. Процесс пошел бы быстрее, да? Да, очень плохо, потому что если посылать разведку, возможен вариант, что они не вернутся. А так, если бы были беспилотники, мы бы прошли намного дальше. А вот в чем плюс этих летательных аппаратов? Плюс в том, что меньше гибнет будет солдат. Поскольку, поскольку, по-стольку, по-моему, есть беспилотники такие, которые летают на высоком расстоянии, не снимают. А где мы в точке его на руку знаем? Достаньте телефон, а ты в точке. Снимают, очень приближают к точке. И нам известен результат мгновенный. То есть по беспилотнику мы видим, куда стреляют. Также поправку делаем, также находим, где группируется, так сказать, это АТО, как они называют. А их беспилотники летают над вами? Да, да, летают, снимают нас очень много. А давалось сбивать? Да, были такие случаи в самом начале, что сбивали беспилотники не один. На моей памяти, вон, штук пять точно сбили. Но опять-таки, тяжело, сильно сбили. Они летают на высоте, летают, их не достать. После нашего отъезда еще несколько раз колонна «Саушик» выдвигалась на позиции. Через какое-то время разведка доложила, что по итогам нашей работы были уничтожены один танк, один БМП, три минометных расчета. Также со стороны ВСУ были потери в живой силе. Утром позвонил док. Благодарил за масс халаты с расцветкой сова. Сообщил, что в них разведгруппа выдвигалась на операцию. В плен были захвачены 13 человек противника, из которых один подполковник. И нам, конечно же, хочется верить, что мы им в этом немного помогли. Редактор субтитров А.Семкин